Снова здравствуйте! Мы продолжаем проект размышлений над святостью и теми примерами святости, которые мы находим в святцах Русской Православной Церкви. И вот 15 апреля в четверг церковь предлагает нам почтить память святых мучеников Амфиана и Едесия. Это были родные братья, они жили в Эликийской провинции в семье городского правителя Язычника. И для обучения, ну, это такова была традиция древнего мира, их отправили в соседний город, да, то есть чего они в родном городе-то не видели, каких они наук здесь, в родных местах-то не превзошли. И вот их отправили в соседний город для обучения, и там они обратились в христианство, то есть в Кесарию Александрийскую, где нашли себе наставника пресвитера Памфила. И по указу императора Максимилиана, ревностного язычника, начались гонения. И сначала они скрывались, но когда правитель города Кесарии должен был принести жертву идолам, святой Амфиан безбоязненно вошел в храм, взял правителя за руку и стал убеждать его оставить заблуждение и уверовать во Христа. За это он был там же схвачен, жестоко бит, брошен в темницу, и его пытали, всячески пытались принудить к отречению, ну и в конце концов бросили в море и утопили мученика. На море поднялась буря, и тело святого было выброшено на берег, и христиане его подобрали и погребли. Через несколько лет брата мученика Амфиана Едесия также схватили, пили железными прутьями, пытались сварить в кипящем масле, ну а потом вообще сослали на рудники, на работу. И потом, уже поняв, что ничего не помогает, что человек от Христа не отрекается, но и с другой стороны, тоже он все-таки не уголовник, не убийца, не насильник, там нет за ним вот каких-то таких ужасающих преступлений, его спустя несколько лет освободили и отправили в Александрию. Там он обличил местного правителя, и подобно брату был также утоплен. Вот, смотрите, тоже пример христианской стойкости. Вот вчера мы говорили о Мариином стоянии, вот Мария Египетская провела десятилетия в пустыне на жаре, зное, без переменной одежды, в покаянии. И вот святые, которые действительно не отреклись, да, что первый брат, который мужественно обличил и претерпел до конца, что второй, видя кончину брата, он не дрогнул, он тоже выступил против гонителей, также обличил их нечестье, был сослан на рудники, там тоже не сломался, был отпущен и тоже умер, как подобает христианину, свидетельствуя об истине. Поэтому помянем формулировку Нового Завета. Взирайте на наставники ваши, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их, подражайте вере их. То есть, конечно, нам святые мученики Амфиан и Едесии не проповедовали, но Церковь отбережно хранит память об их подвиге, чтобы мы взирали на кончину их и подражали их вере. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok